— О сущности протеста, наверное, можно говорить об общих моментах, потому что понятно, что опять накопилось какой-то имперский переизбыток имперского сознания. Вот его грозовая туча нависла, и, в общем, индивидуальности хотят вырваться за пределы вот этого объединительного начала, который у нас, как всегда, сверху изливается из Кремля. Мы сегодня уже обсуждали, что дождь у нас запланированный, но, как всегда, ФСБшники, ввиду общей расхлябанности и хаотичности внутренней этой организации, они начали раньше дождь. Она может успеть закончиться до того, как начнутся события. Дальше следующая категория, вторая, значит, вот из того, что называется «Академическая музыка» в нашем Яндексе, это то, что я бы назвал «высокий авангард». Вот это наиболее, так сказать, загадочное и совершенно неизвестное, и, на мой взгляд, единственная область, где, собственно, какой-то протест действительно выражается, и выражается качественно средствами искусства. К сожалению, у нас это почти не представлено в нашей концертной жизни. Ну, что я имею в виду? Понимаете, протест авангарда, он с самого начала 20 века, вообще авангард с самого начала 20 века возник как протестное искусство. Я не буду брать всю первую половину, я, может быть, подчеркну только один очень важный момент в эволюции авангарда, а именно идеи Адорна, да, такого немецкого критика послевоенного уже времени, то есть он был до военного, но вот послевоенного его идеи получили наибольшее развитие, о том, что в условиях уродливого капиталистического общества, да, где во всем господствует шоу-бизнес, реклама, развлекаловка, это еще было в 50-е, 60-е годы, представляете, что бы он написал сегодня, значит, возможно, только единственное существование искусства, искусство протеста, вечный протест, искусство может быть только протестным, все, что потакает слушателю, зрителю, весь этот, так сказать, нарциссизм, это абсолютный такой сироп для вот такого пусть капиталистического общества, он не является собственным искусством. В ситуации вот таких вот этических революций, или этических протестов, которые мы имеем сейчас, собственно, политик впереди и не оказывается, за редкими исключениями, а впереди с неизбежностью оказывается человек, имеющий репутацию из совершенно другой сферы, человек, в первую очередь, ассоциирующийся с политикой, здесь может оказаться чисто случайно, поэтому условный Немцов-Рыжков в этом смысле не является популярными фигурами для сегодняшнего протеста, а условный Акунин является популярной фигурой для сегодняшнего протеста, условный Навальный фигура в этом смысле специфическая, и опять-таки невоспринимаемая массово как, собственно, политическая. Другой вопрос, что, еще раз, это должен быть человек извне политики, который стал всерьез известен из каких-то иных сфер, в том числе сферы культуры. Разница по существу не слишком велика, может быть, качество протеста, его эстетическая вылизанность была на более высоком уровне в 80-е, потому что нам приходилось пользоваться эзоповым языком напропалую и тщательнее продумывать и музыкальную форму, и тексты, чтобы удовлетворить самих себя и чтобы, может быть, попадать, доносить свои мысли до той категории слушателей, это вот эта так называемая эстетическая богема, которая, собственно, и была в первую очередь почитателями рок-музыки в то время. А тут нужно было заботиться о качестве слова, о качестве текста и о качестве музыки. Вот эти требования к себе, они были, может быть, немножко пожестче. Но зато сейчас разнообразнее все, от устного творчества, от анекдотов 80-х превратилось вот в эти вот видео, интернет всевозможные. То есть формы значительно более разнообразные у этого протеста. Вопрос такой короткий, как всем нашим замечательным гостям. Не чувствуют ли они такую, как бы, ну, для меня достаточно очевидную опасность перехода, собственно, художников в публицисты и потери благодаря этому, в силу этого, ими, собственно, их изначальной творческой сути. Но, кстати, тот же Акунин проделал этот путь. Сначала начал писать для, как бы, вменяемой публики, а потом стал попсовым автором. И именно благодаря своей попсовости он сейчас именно этот капитал конвертирует, так же, как и Собчак, чистую попсовость. Вот. И используя при этом свой, вот, как бы, интеллектуальный бэкграунд.